Я хочу выразить особую признательность нашему уважаемому гостю Архану Чемалю, спасибо, что вы с нами, который согласился выступить в роли модератора этой дискуссии. Архан Чемалю уже второй год участвует в нашей школе лидера, и я надеюсь, что наше сотрудничество в дальнейшем будет водотворным. Я хочу выразить особую признательность нашему дорогому, любимому, не побоюсь так сказать, доктору Таффику Ибрагимову, который является, пожалуйста, приветствуем нашим гостям, одним из самых ярких представителей, исследователей мусульманской любезной философской мысли. И я предоставляю вам слово, у нас еще эксперты присоединятся, также сегодня у нас главный эксперт-докладчик, это Рафик Мухаммедович Мухаммедшин, ректор Богорской Исламской Академии, заместитель МУФТИ Республики Татарстан по вопросам науки и образования, и ректор Российского Исламского Института. Он в дороге едет с лекции с Богорской Исламской Академии, он уже в пути, вот мы ждем его с минуты на минуту, но мы решили, что мы начнем, пока он едет к нам. И я предоставляю слово с удовольствием, уважаемый Орхан Бей, вам, и вы уже сами ознакомите нас с правилами, и ведете в курс дела, и пригласите нас сами, если еще считаете нужным кого-то. Я несколько слов скажу о мероприятии в целом, и несколько слов скажу о том, что произойдет сейчас, и это быстро. Само по себе, когда я увидел сценарий этого мероприятия, мне пришла в голову такая любопытная мысль, что в какой-то степени это напоминает дискуссии биологических факультетов средневековых европейских университетов, где профессора состязаются друг с другом во взглядах, а, скажем, администратура, бакалавриат этому всему внимают, ну, где же мое место как модератор? И я его продумал так, что оно прямо противоположно тому пафосу, с которым Эльмир Муалин выступал на открытии, когда он говорил, что он мусульманин, и все, и дальше не ногой. Но в данном случае это мероприятие как раз о том, что идет дальше, о взглядах, которые происходят за вот эти вот. Я просто мусульманин. Надо сказать, что мне радует это мероприятие, мне радует, как оно сформулировано. Оно сформулировано достаточно артикально, достаточно жестко, да, то есть тут как бы нет такого самоцензурной осторожности. Меня радует, что это не хитренно, потому что предыдущий мероприятий тоже мне обходил острых углов. И когда нам говорят, что ну вот смотрите, вся интеллектуальная жизнь в исламской теологии за рубежом. Нет, вот то, что у нас происходит между собой, такие вот дискуссии, такие обсуждения, это как раз знак того, что нормальная теологическая исламская интеллектуальная жизнь в России тоже есть, и это ее пример. Теперь по мероприятиям. У нас сегодня, сейчас, тема о модернизме в исламе. Основной докладчик Тофик Муалим, вы все его знаете, я надеюсь, любите. У него есть оппонент, вот один в пути, а Эльмир Муалим, вы здесь? Сейчас он подойдет, может быть он поддержит оппонирование основному докладчику. Что касается зала, я оставлю 10 минут в самом конце на вопросы из зала. Я хочу сразу предупредить. Все, кто будет формулировать вопрос как собственное мнение, как презентацию своих взглядов по той или иной теме, к тому я прерываю. Пожалуйста, формулируйте вопрос, именно вопрос, на который можно ответить. А ответчика я попрошу отвечать на вот эту вот заключительную часть, значит, ну, минуту-полторы-три, тоже кратко. Постарайтесь вот эту вот часть сделать динамичной. И пока мы ожидаем оппонентов, я попрошу главного докладчика представить свою точку зрения, свою позицию, свои представления о исламе, о вере, о религии. Все, что у него следует за признанием того, что я мусульманин. Прошу вас там слова. Как вам удобно? Пока распространяйте слова. Но если возникнут какие-то вопросы у меня к вам, я позову вас нарывать, чтобы уточнить такие вещи. Ну, о религии сколько? Час в вашем распоряжении есть вполне. Саламу алейкум. Малейку асалам. Я бы весь... Сам факт таких дискуссий, они... Это... Очень хорошее начало. Цел дискуссии не должно быть, чтобы кто-то победил или кого-то... Показать, что он неправильный. Если мы мусульмане... Почему Абу-Ханифа Отчязался от Келлама? Вот... Кажется, мы с Татьянями любили, я его очень люблю. Вот... Официально относился от Келлама. Он говорит... Когда мы спорили... Он говорит... Его спрашивают... Ты же Келлама занимался? Он говорит... Мы же это спорили... Мы сидели и изражали... Не дай Бог, чтобы оппонент... Какое-то слово никто говорил... Попал вот туда, куда не надо... А вы только хотите, чтобы он наоборот... Он вот туда... Понимаете, вот здесь у меня позиция Абу-Ханифа ориентирована. Мы... Цел наш не победить... Спорили... То есть помочь друг другу... И понимать твою логику... И чтобы ты понял мою логику... И мы чтобы договорились... Как из этого выйти на объединение мусульман... Не разъединение... Если это приведет к разъединению... Значит мы неправильно, неправильно ведем... Это мы должны помочь... Чтобы мы лучше понимали друг друг... Итак... Общее положение... Почему модернизация нужна? Во-первых... Мусульманский мир в целом... В очень отсталом состоянии... Научном... Технологическом... Экономическом... Политическом... Культурном... Что хотите... Если где-то экономически... Где-то просветают... То только благодаря тому... Что там земля... Там где-то нефть... Где-то газ... Другие... Представители иных конфессий... Или вообще нерелигиозных... Разукрыли это... И нам досталось... В последние годы... Еще виды... Хуже... Мусульмане... Уже... Хотят... Со всем миром... Поссорить... Между собой... Мусульмане... Смотрите... Что творится... В том же... Моей... Бывшей... Родине... Здесь у них... И шиитов... И наоборот... Других... В других странах... Салафидии... И других... И других... И прочее... И неизвестно... Когда... Неизвестно... То ли это... Начало... То... Неизвестно... Чем еще... Когда закончится... Когда... Не дай бог... У каких-то... Будет... Оружие... Массовое... Поэтому... Дальше... Вопрос... В чем... Причина... Эти... Отсталости... Течение... Которое... Я представляю... Как вы его... Не называете... Обновление... Реформаторов... Модернистов... Это абсолютно... Не важно... Как... Называется... О... Говорит... Одна из главных... Причин... Я не говорю... Что это... Единственная... Но... Одна из главных... Причин... Это... Неправильное... Понимание... Нашей... Неправильное... Понимание... Нашей... Если... В двух... Словах... Что... Начиная... С... Века... По... Календарю... Ну... ходили там, с 6 веков Павли, или что-то даже раньше, в монсульманской культуре победил антирационализм, антиразум победил. Разум был вытеснен. После великих основателей мазхабов, или против, или мазхабов, это если фикхи, если в каламе, то это соответствующие долги, наторитизм, ашаризм и другие. Чуть ли не тысячи лет ни одного имени. Вдруг как будто все вопросы решили, и хуже всего, мы не только не сохранили наши достижения, мы создали самую передовую в мире культуру во всех отношениях, в научном, философском, материальном. Мы не только не сохранили, мы же отказались от этих достижений. Наука, которая была у нас развита, медицина и так далее, мы даже от этого отказались. Европа взяла от нас, да, а мы себе не оставили ничего. Значит, мы должны вернуться, мы должны вернуться для осмыслить эту традицию нашу. Надо восстановить право разума. Отсюда следующий момент. Что мы понимаем, какие основные положения нашей религии. Наша религия – это религия разума. Религия общественного блага в этой жизни. Мы здесь хотим раю на земле. Мы думаем о том рае, надеемся на него, но мы и здесь хотим, чтобы мы жили хорошо. Человек – это наместник Божий, халифа. Его задача – создать культуру, цивилизацию на этой земле. И наша религия нацелована на то, чтобы создать великую цивилизацию, великую культуру. Наша религия – это религия прогресса. И даже любое другое положение, которое противоречит этим и трем основным, мы считаем неправильным. Если это положение в Коране, то мы считаем, что было допущено неправильное плакивание Корана. Если это положение сосредоточения хадисов на основе нашего пророка, мы говорим, либо ты неправильно понимаешь данный хадис, либо данный хадис, извините, не аутентичен. Не пряните устам нашего священного пророка. Либо то, либо другое. Потому что Корану не возникает. Мы Коран выше всяких критиков в плане текста. Насчет Суни, как бы ни были авторитетные авторы, Будь это Бухарилия, муслим или других, мы им все равно, что вот это. Если данное положение противоречитной инсцидиции ни с Кораном, ни с теми общими положениями, о которых мы говорили, то есть пренебрежит разумом, историческим фактом и так далее, мы считаем, такие хадисы либо неправильно поняты, либо, скорее всего, они не принадлежат устам нашего священного пророка. Но чтобы об этом свободно говорить, понимаете, это мы и наши, мы претендуем на это. Мы, может быть, не правы. Но чтобы дискуссия была, чтобы обсуждать, нужно договориться. О чем? Во-первых, отказаться от такфира. Такфир – это был мышь, который стоял и отмышлял нам, начиная с раннего, к сожалению, ислама. Ну, правда, я не имею в виду хренью пророка. Более поздно. Но уже точно с второго века. Любое отклонение от того, что они считают правильной верой, отсечают голову. Я не хочу дирижировать эти мрачные картины, если кому-то. Очень надеюсь, что вы меня не заставьте отгружить. Надо оказаться от такфира. Тем более, мы видим, к чему приводит этот такфир. Мы же всех мусульман объявили кафир. И реже пьем. Беспощадно. А как можно это сказать? Элементарно, как вы считаете. Есть основные положения веры. Как хотите их назовите. Три пьяни важны. А нет, любому нормальному мусульманину известны. Вера в Бога, вера в ангелов, в пророков, в писаниях, в судне нет. Да, любой, кто не признает их, это не мусульмане. Это элементарно. Есть основные положения культа. Известные пять столбов ислама. Кто не признает их, до свидания, ты не мусульмане. Это ты сам. Меня тебя выводит из ислама. Ты сам выводит себя из ислама. Здесь он говорит. Есть элементарные запреты. Вино, там, свинины, там, и так далее, и так далее. Понимаете? Здесь у нас нет споров. Здесь есть это положение. А во всем остальном. Ты можешь что угодно, говорит этот человек. Он ошибается. Заблуждается. Шушь говорит. Тот же, пожалуйста, не применяйте эти слова. Ересь. Вышел из ислама. Муртатки. Тем более, не чрезвитивы. А таких очень много пострадало. Даже всех великих имамов даже пострадало. Из-за их интернешних вещей. Ну, элементальный пример. И, к сожалению, и во всех, наверное, во всех проходах, и в университетах, и в школах мусульманских. Мутызерлиты. Что говорили мутызерлиты? Они отрицают извечность Коран. Они говорят, что Коран появился в какой-то момент времени. За это вышли с таким наслаждением. Это что, Коран об этом говорит? Пророк об этом говорит? Нет. Это мнение богословов. Более того, если внимательно посмотришь. Имам Бухари тоже учил об этом. Имам мусульм тоже учил об этом. Имам Абабари тоже учил об этом. И в конце концов пришли, и на самом деле им отурядит Иоша. Они говорили, что мы Слово Божие, как словесное оформление. Но смысл, он извечен. А что, мутызерлиты, что ли? Вы проверили мутызерлитов, что они имеют в виду? Понимаете, я привожу пример, когда мы до сих пор, в течение 1400 лет, не определили список вещей, по которым. Вот эти мусульмане, если уходят, они не мусульман, а во других дают свободу. Пока этот список не будет, не ждите ничего хорошего. По любому вопросу. Я повторяю, на конференции в Москве, я повторяю. Вот здесь на земле первые вы извели из крупных богословов 18-го, 18-го, 20-го века наших татар. Курсовый ученый Бухари Ханафити Матуридиди, запомните, пожалуйста. Приговорили его к смертной казни. За что у Матуридидов атрибутов 8? Курсовый говорит, я не буду ограничивать число атрибутов 8. У Бога может быть больше. Только за это его приговорили к смертной казни. И чудом он спасся отсюда. Таких примеров объектов, надеюсь. Не люблю их тиражировать, поэтому не буду поменьше объектов таких. Пока не поймем две вещи. Ну вы же знаете и светской жизни. Он говорит, если к врачам или к экономистам, это известно, дашь данные, дашь те же данные, дашь десяти экономистам, сколько мнений будет, сколько мнений получишь от них? Один из этих мнений говорит. Тому, поймите, Коран и наша сонна – это текст. И надо перестать морочить нам всем голову. Он говорит, у нас есть шариат, у нас есть обиды. Шариат – это то, что от Бога. Оно зафиксировано в Коране и в аутентичной сумме. Да, тексты есть. Только как их понимать, эти тексты. Как их интерпретировать – это уже фигура. Поэтому мы не имеем ни шариат, а имеем ханафийский мазаб, шафийский мазаб и так далее и прочее. То есть мы имеем человеческое понимание божественного шариата. Так что не выдавайте ваше человеческое понимание божественного истины за то, что вы действительно выражаете эту истину. Давайте всем надо быть скромными. Это наше человеческое понимание божественного истины. И то же самое насчет акидов. Да, основные положения акидов в Коране и в Сунне. Да. Но то, что мы имеем под названием Абхавия, Насафия, Васатия и прочее – это то, что некоторые дополнительные положения, богословов, людей. Я ничего не имею против них, если это будет мнение их, как надо понимать. Но же на основе их людей рызали друг друга. Вы говорите, ну слава Богу, мы ханафиты и шафаиты сейчас так живем окружно. Слава Богу, но сколько стоило это? Тоже не заставляете меня повторить. Целые города уничтожались из-за споров между ханафитами и шафаитами. Целые города уничтожались, что иногда шло на сотни тысяч. Поумнели, слава Богу. Поумнели – давайте не будем. Хорошо. Ну а сколько будем ждать, когда полнеют все по подобным вопросам? Поэтому общее положение должно быть так. Фундаментальное положение. Восстановить каонический принцип. Нет принуждения в вере. Что имеется в виду? Есть права человека, есть права Бога. Хук лаб и есть хук лаб. Хук лаб – это ты у меня убрал деньги, это мое право. Я требую нарушать. Покушал на мою жизнь, на мою славу, на мою честь и так далее. Это мое право. Так, здесь принуждение применяется. Я буду принуждать, чтобы ты это право. Это мое право требовать. И закон обязан и мои права реализовать здесь. Права Бога. Какой есть Бог? Каковы ангели? Рай, ад и прочее все эти вещи. Это права Бога. Давайте Бог сильнее вас. Если хочет Бог наказать кого-то за это, Он сам напрямую накажет. Давайте не ставить себя наместниками Божьих в этом плане. Любое нарушение прав Бога – это Божье дело. Бог истывал на арши. Вы будете говорить, нет, Он истывал на арши, имеется в виду, ну, 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 начинает крутить и так далее. Но имеется в виду, власть Его распространилась на мир. Пожалуйста, это ваше право. Санафит несчастный будет говорить, он будь ваанна, сыр на троне. Ну и что? Мне от этого не нужно, я не буду испорить. В хадисах Бог не сходит, каждый день нам не решит. Ну, не надо понимать исхождение в том смысле. Ваше право, абсолютно ваше право. А другие говорят, нет, Он спустясь, хотя мы не уточняем. Я могу говорить, чушь, шепуху, неправильно. Ну и что? Я за это не буду считать. Он вышел из ислама, надо его казнить и так далее. Я могу не согласиться с ним и так далее. Остается один вопрос принципиальный здесь. Уважать религиозные чувства или конфессиональные чувства. Здесь и удар есть вопрос. Но это решается нормальным здравым москвистом. Давайте договоримся. Не будем оставлять религиозные чувства. Ничего. Ни мы внутри ислама, ни вне ислама. И не будем сравнивать. Если он атеист, то это свинья, осел и прочее. Если это буддист, которые у него идоли, не будем называть их и так далее. Он не прав и так далее. Давайте договоримся в общем нормальном смысле. И вот давайте не будем оставлять религиозные чувства никого, как мы живем в едином отечестве, в единой родине, которая, например, называется Россией. Никого не будем оставлять. Религиозные чувства. Давайте договоримся и нормально будем. Отмениваем из всех наших, я не говорю из священных писаний. Одно дело, что из священных писаний, то из священных текстов. Другое дело, когда это мы будем артикулировать на каждом шагу. Конечно, когда говорят, мы и я и был, один из театров того, чтобы государственная дома вывела все священные писания из критики в плане того, что считать это экстремистской работой. Но это не означает, что я могу ходить, цитировать Коран или цитировать Библию. Я говорю, я только цитирую Коран. Простите, таких можно, таких текстов, что после этого иди и автомат. Не надо, это разные вещи. Одно дело, мы оставим это в священных писаниях, для устного круга на уши. Другое дело, когда ты артикулируешь это по радио, по телевидению, на публичной площадке и прочее. И об этом надо все аккуратно договориться. Кто понимает? Да. Позвольте я задам, пользуясь правом ведущего, несколько вводных Вам вопросов, потому что Ваша мысль развивается, и я не хочу упустить... Да, пожалуйста. Первое, что я хотел Вас спросить, Вы обозначили некое цивилизационное отставание Ислама, Исламской цивилизации, тем, что Коран, не Коран, а Ислам, не соответствует современному миру. Он отстал, он удерживает, поскольку в 13 веке отказался от рационализма в пользу схоластики. У меня вопрос. Все у нас относительно. Если Ислам отстает, значит, кто-то передовой. И, обратите внимание, он передовой, несмотря на то, что у них не то, что неправильное представление об Исламе, у них никаких представлений об Исламе. И, тем не менее, передовой. У меня вопрос, почему Вы вот это цивилизационное, техническое, в первую очередь, основание, Вы же говорили о науках, объясняете именно религиозными проблемами, а не какими-то более объективными, и более привычными, и более рациональными, я на Вашу терминологию перехожу, факторами как, и великие географические открытия, промышленная революция, и так далее, и так далее, и так далее, к чему мы все это привели. Это первый вопрос, на который я хочу увидеть. И второй, Вы задали некий, такую вот установку на модернизацию, но дальше у меня появился вопрос, а с чего же состоит модернизация? Вы говорите, я вдруг понимаю, что все, к чему она сводится, это ревизия суммы. Правда, в первый момент, когда Вы только начинали, Вы очень дерзко сказали, что там даже что-то в Коране есть не то, будем считать, что Вы неправильно там написали, или поняли, что-то там есть. Ну, потом Вы это оборвали и ограничили как бы ревизией суммы. Все, что в сумме не рациональное, все нужно как бы выбросить, нам нужен новый муслик, нам нужен новый бухарей, и так далее. Собственно, я правильно Вас понимаю? Затем Вы говорите о шариате, при том, что у шариата есть источники. Шариат, во-первых, не является чем-то божественным. Шариат – это человеческие законы, выводящиеся из божественных принципов. Но у шариата есть источники, Иисуна – один из источников. Как Вы можете это выбрасывать? Я бы хотел на, по крайней мере, на эти два вопроса услышать ответ. Не может быть права без его источника – это во-первых, и во-вторых, почему техническое основание Вы смотрите кривой? Ну, во-первых, я, по-моему, даже, даже, один из главных, одна из главных, одна я говорю, я не говорю, одна из главных, причина Вы говорите, единственная, понимаете, это уже не очень внимательное слушание. Так, значит, я должен десять раз еще, значит, я не всегда считаю, что автор виноват, если не правильно его истолковываю, то я, наверное, еще раз буду, еще более, я говорю, одна из главных причин, еще раз, повторяю это слово. Да, мы считаем, что одна из главных причин, то я не говорил ислам, не говорил Коран, пожалуйста, не говорю. Средневековое понимание Корана, Ислама. Из того, что мы от научных достижений наших отказались, причем здесь великое дело, есть и открытие. если и бензину взяли европейцы до девятнадцатого, до восемнадцатого века было на фон, и от них любого врача в Европе, они в одном религиозном мусульманской школе и мудресении преподавали его, то виноваты евреи, что ли, кистоносцы, татары, я не понимаю, кто виноват. Легче всего свалить на другую. Виноваты те, которые говорили, все науки входят в Коране. Нам не нужна никакая известная наука. Это нарушение сатаны. Поэты, поэты, поэты ментальности жили мы в течение тысячи лет. второе насчет я говорю, я говорю, шариат как божий закон изложен, достаточно не изложен, содержится в Коране и сумме. да, только толкование. Понимаете? Элементальная вещь. Заубийство. Мы живем в стране. Шариаты считают, если я убил христианина, мне нельзя убить, потому что я мусульманин. Абу-Халифа нет. В Коране написано, душу за душу, я не различаю. Это что? Какой мне шариат? Я бы я подчеркнул. Другое, даже всех, даже здесь, в основном, ханафиты, даже проверим на всех вас. Пожалуйста, если я читаю молитву, я не цитирую, я не считаю хатиха, считай сама и поистине. Ромщик решите? Нет. Нет. Абу-Халифа сказал, да. Ханиты спорят? Абу-Халифа сказал, даже митханатанам. Все это что, действительно приводит к техническому основанию? Подождите. Произнесение фатихи перед молитвой на техническое основание? Нет, полимейты, я к тому. Надо отличать то, что мы говорим, шариат это священное. Правильно, шариат священное, но в моем понимании шариата, не священное. Мне, не Абу-Халифа, не священное. И мне, не Аш-Шафе, не священное. Мне, не Аш-Шафе, уважаемое, мне, не Абу-Халифа, уважаемое. Я не могу ориентироваться на него, когда он пока работает, а когда перестает работать, я должен подумать, наверное, надо преосмыслить. Повторяю, надо путать, шариат это одно, а мы не спорим о шариате, мы спорим о том, как правильно понимают его. Ну, мы же тогда, на секунду до этого мы спорили, по всем, четырем, столкам мозгам. Срок беременности какой может быть? Сколько беременности? Кто знает там? Как минимум у Абу Ханифа два года, у других четыре, пять, некоторые вообще считают неожиданными. То есть умер муж, жена через десять лет, родится у нее сын, он говорит, это его сын. И на секунду его давай. И потенциальным, это что, вот такое положение фиха, это считает шариат от Бога? Об этом мы говорим. И когда я способен такое понимание библии, такое дистанцию, конечно это отставание. Когда в хадисах, в сунне, давайте посчитаем, процитируем. Адам был ростом в 60 локтей. Даже по самым мягким меркам, это 35 метров. Потому что, значит, который считает, лотей это по нашему локту или по его толстому локту. Дальше. А с тех пор люди преуменьшались по росту. Даже имам Асюду говорит, слушайте, мы все видели, все это, люди рядом там, ад и самод и прочее. Но мы нигде не видели, чтобы люди особо отличались по росту. Откуда такие? Даже это имам Асюду, не мой. Имам Асюду, величайший имам. Он говорит, я не могу понять, как это может быть. Это что? Это... Дальше. Черная собака, это сатана, убейте его. Черная собака, вы до сих пор не видите? Можно и так далее. Это что? Другие, допустим, вещи. Муха, если попадает у вас в тарелки там, муха, вы не то что вытащите брошу. Надо ее до конца, вот так, вот так. Я привожу не самые проблематические, не самые проблематические. Когда люди живут по этим хадисам, и когда отвергают науку во имя таких хадисов, да это причина осталась. А вы говорите, они не поймете хадисов, да до сих пор в Саудовской Аравии до сих пор не могут признать, что здесь чарообразная земля и она вращается. Можно я вас на минуточку привожу? Это на минуточку, я верну еще вам слово, да? Я просто хочу подытожить наш разговор и вернуть его в некое рациональное русло. Потому что получается следующее, что мы отсталые, да, мы отсталые, потому что у нас есть нерациональная сумма, в которой содержатся какие-то там положения про муху или еще про что-то. И некий запрет, который вы, как говорят у салафитов, на который вы далеку даете, да, который ограничивает знания, изучение, науку, вот все там позитивно и рационально, да. То есть, этого ограничения вы не называете, вы говорите, что есть вот хадисы про мух или там еще про что-то, про Адама в 60 лаптей. Интересно, что христианам Европы, там, да, век Мафусаила не мешает быть современными, да, то есть это как бы ничего. Я просто не могу понять, там, да, каким образом, там, да, что нужно изменить для того, чтобы прийти к техническим модернизациям, к техническим, социальным. Отменить сумму, отменить часть суммы. Что нужно, то есть обрезать сумму, как один из источников шариата. В принципе, отказаться от шариата. Я правильно вас понимаю? Сейчас, я говорю. Оказаться от шариата, от узама, оказаться от бога, вот, ну, в общем, идут на... Нет, подождите, подождите. Мы не первые, мы не первые, кто отказывались от тех или иных правовых норм. У имама Шафии было два масхаба, старые и новые, он менял свои точки зрения, там. В этом ничего нет. У самых сильных хадисоведов есть понятие славный хадис, сильный хадис, выдуманный хадис, хадис сомнительный и так далее. Они делятся на много категорий. Ничего нового в критике хадисов вы не имели. Я просто хочу понять, что мешает модернизации, технической модернизации. Несколько хадисов. Я цитировал только хадисы, которые считаются сахихами. Промуху? Да. Промуху? Ну, я не буду спорить, я этого не знаю, хотя уточню. У меня вопрос, подождите, подождите, я еще верну вам вопрос. У оппонентов есть какие-то замечания на данном этапе? Есть. У оппонентов, у вас? Да, или у меня вопрос? Спрашивайте, пожалуйста. Честно говоря, логика мысли, в данном случае моя, она совпала с тем, что высказал Орхан Элик. Что я имею в виду? Я тоже задался вопросом. То есть, на самом деле, докуда мы должны идти? И вот вопрос прямой. Мы молиться должны? Из Корана не следует, как, что, сколько. Я не имею в виду, я просто хочу понять для себя вашу позицию. Молиться мы можем сказать, что мы можем, как христиане, просто там, стать на колени, поднять, чтобы помолиться. Должен ли я пять раз в день совершать намаз для того, чтобы стать технологически разведом человеком? Прямой вопрос, когда я начал, пришли за столбой ислама. Но столбой ислама тоже можно по-разному интерпретировать? Поэтому вопрос прямой, я просто для себя понимаю. Да, и другой прямой вопрос задан всей аудитории, при вашем, причем вся моя аудитория ханафистская. Если кто-то совершает молитву, не считая фатиха, считается ли они действительно? И все правильно были ли меня ответить, что нет? Потому что они так считают, они считают, что понимают. Я говорю, а знаете, что основатель ваш ханафистский ваторга по-другому считал? Понимаете, значит здесь, в таких деталях, мы можем тоже найти очень много вещей, которые каждый будет считать. Если тех не признаешь, то уже не мусульманин. Я просто хочу пояснить. Я просто хочу пояснить. Предположим, мы провели ревизию суды. Оставили там только то, что сочли рациональным, правильным. Я одного не могу понять, как это приведет к изобретению законов Кеплера, Югкана. Я прекрасно понимаю, что обрезать определенную традицию, облегчив литургию, сократив, подогнав ее под современную западную политкарятельность, это рационально объяснимое. И вот у меня, и не только у меня, уверяю, в зале много таких людей, есть подозрение, что вот цель таких вот ревизий, именно вот это. Упрощение, облегчение подгонку под сильную Европу. А то, о чем вы говорите, это слова, которые механизм, логические механизмы просматриваются. Ну, где связь между хагисами, которые вам кажутся слабыми или выдуманными, и компьютером, изобретением. Я правильно вас понимаю? Хорошо. Но что, вы думаете менять, вы говорили. Так? Пожалуйста, поймите. Я же начал в том, что мы иногда, опять, я не для широкой аудитории, я широкой аудитории. У меня есть книга, у нас есть очередь по истории культуры, это книга, это учебник, который десятки изданий, там у меня глава написана по мусульманской культуре. Вы можете посмотреть, как я красочно описываю наши достижения. Так? Вот это вы можете посмотреть. Мы иногда, так вот это, мы не дали настизания таких великих, как Галилея, там, или Харби в Европе, для узкой аудитории. И прощу, если это будет предавать. Не цитировать мне. Не сослаться на это, потому что я не дали на большую аудиторию сейчас то, что говорят. Но, это для уж какого-то же. Мы не давали таким людям, раз вы родиться дальше. Вот об этом вопрос не идет. Мы даже людям не давали родиться таким людям. Европа, конечно, они изжигали их, но хотя бы эти идеи родились, потом победили эти идеи. Мы же не дали даже, начиная с какого-то времени, мы уже не давали даже таким людям родиться. Потому что меч, который стоял, любое отклонение, любое это, отсекали. Вот оно, что терроризировали разум. Да, а наука в Европе пошла после того, как было такое же ортодоксальное понимание христианства. Отвергали всякую науку. Европа пострадала. Ниже десятки ушелых горели на костре. Ну, победила наука. А проиграла что? Что? А проиграла что? Проиграла христианство проиграла. А, короче, встретите, совершенно проиграла. Проиграла христианство. Христианство проиграла. Простите меня. Я просто отмечу, что и Галилей, и Джорджана Друна, и Ньютон, и Кеплер жили до того, как Европа стала секулярной. Секулярной она стала в 18 веке. А до этого никакой секулярности не было. И над всем главенством Ватикана. Это первый момент. А второй момент. Все мы знаем европейский опыт, когда ради рационального, когда ради науки, когда ради прогресса была оставлена религия. Это фактически так. Мы можем придумывать другие слова. Мы можем придумывать секулярность. Религия в частной жизни. И так далее. Но, по сути дела, ради определенного прогресса была оставлена религия. Вот у меня есть подозрение, что вы предлагаете то же самое, только по частям. Давайте для начала не целиком, а вот только кусочек, отрежем сумму и про нее забудем. Или хотя бы часть. Хорошо. Вот опять на ваш вопрос, вы думали, чтобы я сейчас... Это у меня интервью недавно опубликовано в журнале «Государство и сердце». Вот, посмотрите. Это ислам и однобогая модернизация. Я пишу там. Я считаю, что рациональный проект, который в Европе, он тупиковый. И этот рациональный проект, честный проект в Европе, то реакция на средневековое понимание христианства, это другая крайность. И Европа должна прийти там, где религия и сердце должны быть едины. Понимаете это? Так что не надо обязательно мне вписывать в мое мнение в схему другую. Нет. Я считаю, была одна крайность, которая была представлена в христианских азотодорсии в средневеке. Проект, в связи с которой я говорю, это другая крайность, а именно в Союзе не должно быть. И я считаю, в нашей культуре не должно быть это. И мы должны сделать уроки от того, от Европы. В нашей религии, я начал, наша религия, это религия разума. Я начал постулировать эту религию разума. В нашей религии не может быть конфликт, не должен быть конфликт, который был в Европе. И мы должны максимально не платить ту тяжелую. В Европе 40% населения потеряло в реформации и контрреформации. Не должен ли повторять эту опыту? Умный человек учится на чужих ошибках, а не на своих ошибках. А реформация, по-вашему, это модернизация или что? Это часто, понимаете? Слово модернизация, оно общее слово. Реформация европейская, модернизация. Это часто движение Европы по пути освобождения от средневекового понимания президента. Сказать, я повторяю, это реакция одного и одного. Она не идеальная, для меня она не идеальная. Человек, я считаю, человек идеальный, когда он выйдет у Бога и идет в новость наук. Вот и две вещи, которые работают нашим сломаном. Вы просто говорите о отсталости и ссылаетесь на реформацию как некую часть, элемент модернизации. И в целом, но элемент. Представьте, сейчас 16-й век, Женев, Галя, на кострах пылают ведьмы, это модернизация. За любое уклонение, голову сносят на раз. Молиться, молиться, молиться и только молиться. Ни шагу вправо, ни шагу влево. Исламское государство, это разгул либерализма по сравнению с Женевой Кали. И этот самый протестантизм, проходя определенные этапы, к 19 веку рождает Макс Венера, который говорит, что протестантская этика родила капитализм. Современный ему капитализм как высшая форма социального развития на тот момент. Ну, тогда давайте назовем модернизацией то, что происходит сейчас в Сирии. Понимаете? Или вы думаете, что восстание Башпака 1525 года было менее ужасным? Я не оборудовательствую статей говорю, это похоже на это, то, что происходит. Так может быть, эта модернизация? Может быть, нет. Это мог и какие-то, понимаете? Я не идеализирую европейскую историю. Почему вы сейчас мне подписываете? Я что, идеализирую любое появление реформации. Я в этой статье говорю, я говорю, фанатизм светских, иногда отворотительный, фанатизм религиозных людей. Я не идеализирую, понимаете? Я не идеализирую, понимаете? Я не идеализирую ни свечки, ни на западе. Я не идеализирую ни на западе, ни на западе. Это такие воинственные формы, которые даже мягче, религиозные фанатизмы, мягче их. Я не идеализирую, понимаете? Я не идеализирую этот запад. Но путь, путь Европы по освобождению от неправильного понимания христианства, в принципе, правильный. Общая тенденция, что церковь не должна определять, земля, зачем мне лево и прочее. Нет, в Библии написано так, поэтому не может быть, чтобы солнце вокруг, за это можно казнить. Это не дело религии решать эти вещи. Этот курт правильный. А другие вещи там что-то, это детали, понимаете? Мы уже детали. Общее положение, общий урок европейской истории, что если религия соединяется с политикой, политика использует религию в ее интересах. Религия должна выполнять роль больше критики политики. Он должен дать идеалы, по которым судим политики. Скорее всего, религия чаще всего должна оппонировать политики. Но ни в коем случае нельзя, чтобы она сливалась с политикой. Почему? Потому что входит из обращений и религий, и политики. И политика использовала. После халифов-рашидов, халифат у нас был 1400 лет, ну 1300, что только хотите, 1200 лет. Что делала оппозиция, амайяды, оппозиция, атаманы, что делали и религии. Они на свое услужение. И до сих пор сейчас. Саудовский Аравий. Если два месяца назад сказал, женщина имеет право везти машину, везде сказали, вы покушаете на торсионные ценности ислама. Еритик. Издал корону. Это соответствует высоким гуманитическим идеалам ислама. Ну понимаете. Вот во что превращается религия, когда она связывается с политикой. Не делала религии определять науку. А у нас, в христианстве, претендовали, что она определяет. И у нас претендовали. И погубили на нашу науку. А науке нет. Да, это считаю, да. У меня такой вопрос к вам. В общем, я понял, что проблема заключается в том, что в шариате есть часть сумна, которая приводит к неправильному пониманию ислама. Вот сейчас. У меня, кстати, вопрос к вам. А почему вы не простираете вот эту вот критику дальше в Коран? Потому что если мы рассмотрим о том, как собиралась нынешняя редакция Корана, редакция Усмана, мы поймем, что абсолютно точной грани между Кораном и хадисами нет. Это редакционная работа. И были части, которые остались в хадисах, что привело к появлению нам известных анекдотов «Каза съела листок» и всего. Махер земли. Да. У меня вопрос. Во-первых, почему бы останавливать? От страха перед тем самым спором с мутазелитами о тварности и нетварности Корана. Кстати, спор был правоведческий. В данном случае Амман Хамбель отстаивал Коран как конституцию шариата. Как вещь неприкосновенную, которую недопустимо менять правящей религиозной группе, связанной с политической властью, которая была на тот момент мутазелита и вертелила к тем, как хотели. Правоведческий спор был, а не теологический, на самом деле. Но бог с ним. У меня вопрос, почему вы дальше пошли. Это первый. Ответьте, пожалуйста. Во-первых, пока не перестанет говорить таким языком, мы останемся, вот понимаете, вы говорите. Вот, скажите перед всеми, скажите вот это, и так далее. Понимаете, давайте перестанем. Мне детальнаде спрашивают. А вы сами, на миллионе, если вы что-то уже здесь слушали, вы сами говорите молитву. Я говорю, я оказываюсь обещать на этот вопрос. Потому что мы пока, вы будете, как полицейские, меня требовать, мы хотим освободиться от этого понимания. Пока не освободимся от этого понимания. Каратенда, полицейский, фонсер, религий, не ждите ничего хорошего. Я творю молитву, потому что молитва, это мое соединение с Богом любимым. А не потому что, что вам нравится, или другому нравится, или потому что я боюсь, что вы мне будете наказывать. Понимаете, у нас с вами, или точнее не с вами, а точнее вы, как профессиональный этап, вы выражаете мнение других, вы правильно задаете вопрос. Я лично здесь больше не с вами, а вот те, которые вы правильно задаете. Я, если Коран, почему вы не распространяете на Коран? Я считаю, любое научное исследование Корана законно, и любое, кто будет вмещать научному изучению Корана, это, мягко говоря, не соответствует духу Корана. Я не вижу, где вы, научное изучение Корана. Есть какие-то вещи, как Коран, по признанию всех мусульман, дошел до нас, как мутаватер, то есть как надежно переданник. Поэтому у меня не возникает вопрос об аутентичности Корана. Да есть и хадисы, дошел дошел до таких же областей? Нет, нет. Цитирую вам. Есть хадисы Ибн Хабан, которые очень авторитетны у мусульман. У нас нет ни одного хадиса, повторяю, нет ни одного хадиса, который передан двумя надежными людьми, от каждого из которых передан двумя надежными людьми. Повторяю, это Ибн Хабан, вы сначала отвергайте его, у нас мутаватер, у нас есть сунна Амалия мутаватер, да, пророк совершил молитву, это мутаватер. Как пророк совершил хаш, мутаватер. Как пророк что-то делал, это мутаватер. Это сунна Амалия. Потому что люди видели, миллионы, тысячи видели, как пророк это делал. Здесь не возникает у меня вопрос. Это без сунни, без хадисов, без бухари, без мусима, простите, что ли, люди жили по этому, но как это бухари написал. Они жили по этой живой традиции, которая продолжалась, живая традиция была. Это одно. Мы говорим о хадисах, которые были записаны через 200 лет, которые остаются вещей, которые не относятся к практике. А здесь я заявляю, не бояться и так далее. Я повторяю в следующий раз, еще раз. Я считаю, любой хадис, который касается ангелы, рай, ад, и прочее, историю, это тоже война. Будущее, тоже война. Любой такой хадис. Надо миллион раз проверить, может ли исходить из-под пророда. А проверить каким образом? Вот скажем, есть достаточно четкие критерии, которыми пользовались собирателями, собиратель хадисов, правила из НАДО, цепочки передатчиков, достоверная возможность передачи, противоречие Корану, множество из дошедших источников, кстати, по этому поводу, разные точки зрения есть. А вы какую схему предлагаете? Хорошо, да. Предлагается, как предприятие союза. Хорошо, я вам задаю ответный вопрос. И пусть антигрия поможет. Так. Если кто-то, наверное, не дает. Есть у нас великий имам Бухари, у него хадисы, так? Спорный. Муслим – это ученик Бухари. Причем, говорят, когда перед поведением, он когда хотел, чтобы его ноги не целовал. Это положительно, я ходил, если не начинал. Есть хадисы муслим. Сколько муслим передает хадисы от Бухари? Я не знаю, но, наверное, что я сказал. Хорошо, вот аудитория непредвещенная. Сколько муслим передает хадисы от Бухари? У меня одного. Ни одного. Следующий вопрос. Общее между Бухарием и муслимом нуля тысяч. Но больше у муслима или у Бухари? Это. Если муслим смотрит, у Бухари есть тысячи хадисов. Почему у них нельзя? У Бухари? Пасхи не понимается. Вы спросите у имама. Понимаете, вы превращаете имамов в идола. Ну хорошо, вы раскритиковали старую модель проверки хадисов на достоверность. А что предлагаете вы? Рациональность? Я предлагал с самого начала. Я предлагал с самого начала. Понимаете? Если хадис касается практических сторон, понимаете, нас обманули на каком-то этапе, когда приравнивали сунна к хадисам. Сунна-то всегда практическую. Сунна-то пут практический, по которому ты делаешь. Это одно. Кто отвергает практический пута пророка, тот не мусульман. До свидания. А вот пророк сказал о рае, аде. Меня спрашивают. Это от кого? От Бога? От Бога. Почему в Коране нет? Никогда нам не отвечали. Если это от Бога, почему Бог в Коране, который написано? Мы ничего не упустили в этом Коране. Мы написали его Тавсилан Никулишин. Почему о таких вещах, если это от Бога идёт? Почему это в Коране нет? А потом, а если покопаешься, посмотришь, что это в Библии и исправляют Коран под Библией. Это, я повторяю, любые предания. Вы начинаете говорить. У нас была наука. Вот такие вот ауны. Вот скажите, пожалуйста, кто знает это, знатоки, у нас была наука развита, хадисоведение. Такая великая наука. Вот это, хорошо. Мне скажите, в какой век была создана эта наука? Кто-нибудь скажет, вот давайте наука. Что такое наука? Что? Что такое наука? Хадисоведение, я имею в виду хадисоведение. Кто? После того, как Бухарьи и Муслим делали, или до... До, конечно. После, а потом всё уговорить. Во всех книгах, Бухарьи и Муслим, в ней критики. Вот вам, ваше мнение. Вы пусть фактом, вы подтвердили. Не надо обмануть. У нас, мусульман, мы не наука, хадисоведение. В результате чего? Появляются хадисы. Не надо обманывать себя и мусульман. Она не в результате появилась Бухарьи и Муслим. А часто подгоняли. Если кому-то, если Бухарь ссылается на кого-то, то это уже считается почти исключением. Всё уже. Схай, гадль и так далее. Не надо обманывать себя. Понимаете? Не надо обманывать себя. Мне вы скажите одну вещь. Если имам Муслим видит перед собой тысячи хадисов у Бухарьи, которых у него нет, почему он их не взял тогда? Можно надо ответить? Пожалуйста. Я ответил. Если вам не решается, что подход меня. Пусть и так далее. Да, понимаете? Поэтому здесь, вот вы считаете, мы различаем, повторяем, вернемся к вопросу, еще раз, раз, это нужно. Пророку Бог сказал в Коране. Молитесь. Пророк Детализирует это положение, я раз делаю, вопросов нет у нас. Бог говорит, творите закат. Пророк детализирует это в его время. Пророк, Бог говорит, хаж. Иногда обременили какие-то моменты, но не все. И при чем всегда говорит пророк, в чем величий пророк. Когда молитвы говорят, молитесь, как видит этот адрес. Насчет полумышства. Блейте с меня свои обряды. Что у пророка сказано? Мы здесь, никто не из мусульман, не имеет права, оспариваем такие вещи. Другое дело, пророк где-то сидит в углу, кто-то один слушает его, и что-то, и вывести оттуда положение, которое можно, по которому можно рубить голову. Вот мы оспариваем такие вещи. Элементальный пример. Элементарнейший пример. Давайте посмотрите. Аминь. Одни. Повторяю. Когда произносили аминь что, помните? Дрожали. А друг друга никогда в жизни не слышали. Есть другое. Бисмиллях. 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 Мы в каждый день как минимум, ну пять раз хотя бы один раз в пять дней должны быть. Так? Правильно. В течение двадцати лет, одни мазхаби Абухани и Мали, там, вообще, это низкая рана, вообще нельзя произносить ее. А другая, наоборот, надо. Если в этих вещах, которые, очевидно, каждый раз миллион слушателей, то, что называется, видели, вы не можете между собой договориться. Как я могу доверить вам, когда вы один или двое передали что-то? Другое еще более важный факт. Сколько у нас бьяничных молитв? Сколько у нас... Бьяничных рака. Нет, нет, нет. Значит, сколько бьяничных молитв совершал пророк в Медине? Он сразу, как приехал в Медину, пророк стал совершать. Так? Посчитаем. В год сколько молитв? Сколько недель? Семьдесяток стих. Умножаем на десять. Значит, сколько проповедей пророк читал? Найдите мне в шестых дней хоть одну. Повторяю. Повторяю. Найдите хоть одну проповедь пророка. Тофик Морин. Подождите. Подождите. Высор. Вы считаете, что они все донесли до нас? Пятьсот проповедей пророка ни одну не сохранили. Повторяю. Понимаете? Повторяю. Понимаете? Повторяю. Повторяю. Я просто хочу, чтобы вот расширения не было такого, углубления одной темы. Я просто хотел спросить вас. Вот вы очень подробно осветили вот этот момент вредности Суны для прогресса и развития. Вредности ведущего для... Скажите, пожалуйста, для развития исламской цивилизации, для прогресса исламской цивилизации, что-то еще, кроме того, что отреализировать какие-то хадисы, пересмотреть их достоверность на каких-то, может быть, новых принципах. Может, что-то еще мешает? Или это единственная проблема? Я не говорю, что... Правильно, это не единственная проблема, но она... Понимаете? Я же... Опять... Я вина. Я же иначе с того, что мы должны, самое главное для нас, отказаться от этого меча такфира, и чтобы свободно обсуждать проблемы. Вот этого духа не хватает. Вот и главное для нас, понимаете? Я могу ошибиться, понимаете? Я могу ошибиться. И другие, которых я бы даже могу ошибиться. Но если мы... Вот и вот всегда держать этот меч... Ой, так далее. Мы никогда не выйдем на правильное полкование. Мы должны давать свободу полкования, свободу дискуссии, свободу вот этих... И доброжелательных позиций, желательных. Я понял. Я понял вашу мысль, что, в принципе, некое неприемство чужого мнения, которое нам в крайних формах выражается в такфире. А также некое архаичность сознания, связанное с особым почитанием судны. Часть, которую вы критикуете, может быть, всю и большую часть. То есть это нужно рассматривать. Мы, по крайней мере, набросали там широкую политику того, что является, на ваш взгляд, таким вот архаичным, отставым, ненужным, подлежащим присмотрением. Ясно. То есть позиция, в принципе, истана. У меня вопрос. Оппонент. Нет, я прерываю. Я верну вам. Я никогда не сказал. В сон есть какие-то вещи. Давайте, понимаете, потом мы скажем вот. Он сказал в словах нашего пророка, если что-то отсталось. Нет, я все понял. А так можно интерпретировать. То есть я понимаю, там, да? Давайте я говорю то, что это я говорю. Это не может исходить от этого пророка. Я подвергаю сомнение, что это пророк сказал. Я что, я любые слова моего пророка не может быть. Давайте подытожим. Мы не говорим о том, что вы говорите о том, что вот пророк что-то там неправильное сказал. Мы говорим о том, что вы полагаете, что в суду, то есть слова и поступки, приписанные ему, прокрались, пробрались через черный ход, через заднее хирельцо, но всякие архаические придумки посторонних людей делают, отношения не имеют. Да, да, да. Позиция ясна. Скажите, пожалуйста, сидят два оппонента. У вас есть что добавить, высказаться по моему поводу. Может быть, раскритиковать, может быть, поддержать. Что вы скажете об этом? Давайте. Как вам удобно? Ходите, сидите, ходите. Как вам удобно? Как вам удобно? Ну, на самом деле, действительно, вот доктор Туафик поднимает ключевые вопросы, которые всех нас, без исключения, волнуют. Это вот состояние исламской цивилизации, где причины того кризиса, который действительно на исламском мире есть. То есть, где причины? Его надо искать в источниках самого ислама, или мы вот расширяем поиск этих источников, и мы можем найти другие причины этого кризиса. Ну, на самом деле, вопрос, он очень такой ключевой. Здесь вот не переходим ли мы определенные границы. Понимаете, вот мы изначально для себя должны определить, что такое вот для нас ислам? Что такое религия вообще? То есть, вот этот вопрос, мне кажется, ключевой, может быть, на него ответиться не так просто, но тем не менее. То есть, религия для нас — это совокупность определенных догм, которые использованы всевышним. Религия для нас — это совокупность определенных принципов, которые выработаны в течение определенных веков, вот путем Кьяса и Ижмы до 10-го века, они, в принципе, как система сложилась, и вот для нас это является очень важным. То есть, сегодня, говоря вот о принципах реформирования мусульманского сообщества, исламской цивилизации, вот где вот эти границы, которые мы не должны перейти? Ведь вопрос ведь на самом деле ключевой. Можно что угодно говорить. Да, мы отстали, можно найти причины, но вот мы можем, рассуждая, не сами не замечать, что мы вообще перешли границы, от ислама ничего не останется. Ислам будет уже очередной религией, но не религии, а идеологии. Ислам будет сектой и так далее. Вот где это границы? Мы сохраняем целостность нашей вот религии, мировой религии ислама, которая действительно до 10-го века как система формировалась, и где мы должны вот остановиться и считать, что здесь уже дальше границы нельзя. Мы должны воспринимать многие вещи, как это не способно, поскольку это вера. Ну вот, доктором Тарфиком, я в принципе не согласен, вот он приводил в качестве примера вот европейскую цивилизацию, но действительно европейская цивилизация, она стала секулярной в 18-м веке. Давайте скажем, как можно принять пример, когда французские просветители сказали насчет религии, давите гадину. Вот у них был ключевой признак. Давите гадину. Вот отношение к религии. А как мы можем ставить пример европейской цивилизации 18-го века, то есть они его, естественно, не раздавили, они очень культурно, аккуратно, может быть, отодвинули на второй план, для религии они определили свою нишу, может быть, это духовная, то есть религия была отодвинута. Вот здесь где-то с доктором Тауфиковым можно согласиться, вот он говорил насчет политики религии. Действительно, это вопрос очень сложный. Например, в исламе мы видим, что действительно разделить очень сложно, поскольку всегда мы говорим о нашем пророке, вот его деятельность уже, когда он переехал в Медину, когда он ведет себя на пророческую миссию продолжать, и одновременно он создает мусульманское государство. Естественно, здесь он и политик, и одновременно он является главой мусульманского ума пророка. То есть провести какую-то грань он не может, где вот здесь его политические деятельности, где его пророческие деятельности, где вот его деятельность в сфере самого ислама. Где он? Ну и дальше тоже этот вопрос возникает. Например, когда мы говорим, что происходило после смерти нашего пророка Мухаммана, мы видим, что первый вопрос – это проблема власти. Сразу же возник вопрос – проблема власти. То есть найти какое-то оптимальное решение проблемы власти, в принципе, мусульмане уже после смерти пророка в 632 году уже не могли найти. Вот здесь, в принципе, с доктором можно согласиться, это вот в течение всей истории, после смерти нашего пророка Мухаммана, этот вопрос оставался ключевой. То есть каким образом совмещать религию, которая использована Всевышним, как законченная, как совершенная форма, где действительно механизмы дальнейшего развития религии, мы не можем сказать, что они заложены. Если мы признаем, что да, механизмы развития и способы Всевышнего ислама заложены, то есть мы сами опровергаем смысл религий, получается. Они действительно… Ислам – это консервативная система, где принципы развития где-то они есть. Например, система права, у Амалят, естественно, там есть принципы, но это не касается догматических принципов. Вот политика и вот религия в истории славы, да, они где-то пересекались, и когда мы говорим вот деятельность, но не праведных халифов, ну и праведных халифов тоже, мы можем привести в качестве примера, вот, например, третий праведный халиф, когда мы говорим Усман, но он был и праведный халиф, а с другой стороны, политик, может быть, у него возникли довольно серьезные разногласия, когда он отдавал предпочтение представителям своего рода, он назначал представителей своего рода. То есть здесь возникало недовольство, говорили о том, как же так? Пророк говорит, что моей общиной должны править люди, которые этого заслужили. Это люди, которые вчера только пришли в Ислам, и многие сомневались, представители рода вот третьего праведного халифа, миад, то есть они насколько заслужили эти должности. Никто не знал, может, они действительно этого не заслуживали, может, они сам приняли для того, чтобы стать правителем какой-то провинции, это мы не знаем. Поэтому, естественно, он, ну, он как политик, может быть, сделал правильное решение, поскольку надо было собрать свою вот команду. Вот с этой точки зрения, конечно, уже во времена праведных халифов возникали эти вопросы. Потом тоже вот задаваться вопросом нельзя, вот почему вот после смерти пророка Мухаммаду Алисалам, прошло 25 лет, в стране начинается гражданская война. Здесь праведных халифов еще есть живы. И вдруг в стране начинается уже гражданская война во времена четвертого праведного халифа. Почему? Почему сахаба, которые были рядом с пророком, еще живы? Праведных халиф Али жив. И вдруг в стране начинается гражданская война. Почему это нельзя было остановить? То есть проблема вот политики и религии, действительно, он один из ключевых вопросов. Мне кажется, в исламском мире, может быть, на него оптимальный ответ не был найден. Но когда мы говорим, где вот та вот современная модель мусульманского государства, вы, вот, сказать вот это именно довольно сложно. Но тем не менее, мне кажется, Европу ставить пример нельзя, поскольку Европа, она продвинулась вперед, став секулярной, то есть для мусульманского сообщества. Но мы видим, что вот последствия этой секулярности, но мы видим уже сегодня, что Европа тоже духовно загнивает. Это мы все знаем, это не громкие слова. На самом деле мы видим, это вот тоже продукт того секулярного общества, которое они в 18 веке избрали. Да, технологически они продвинулись вперед, но в духовных и других вопросах, условно, они много чего потеряли. И сегодня в виде все это говорит о том, что давайте мы будем равняться на Европу вот в 18 веке и так далее, они предлагали. Ну, неправильно. Ну, потом, ну, искать причин отсталости в исламе тоже, мне кажется, не совсем правильно, некорректно, поскольку... Ну, вот мы же не знаем, что бы произошло, если бы вот не началась вот 18, не начинается период вот 18 века, когда все мусульманские страны стали колониями, они стали колониями. Ну, скажите, пожалуйста, кто сегодня дает мусульманским странам развиваться? Кто дает? Ну, кто вот дает такую возможность? Такой возможности, к сожалению, мусульманских стран нет. И поэтому все сводит к тому, что, дескать, вот ислам он потерял свой интеллектуальный там потенциал и так далее, ну, тоже неправильно. Ну, пытается какое-то мусульманское государство, с ним происходит то же самое. Возьмите, вот Ливия во времена Муаммара Каддафи, то есть он кого-то не устраивал, исчезло. Ирак вот, в общем-то, как государство тоже исчезло, не устраивало Европу. То есть здесь, я понимаю, здесь как бы с точки зрения большой политики все правильно, то есть надо потенциально своих противников, тем более с другой цивилизацией от них надо избавляться. Это большая политика. В общем-то, может быть, с точки зрения большой политики для Европы уничтожение и Ирака, и Ливии, и вот что происходит в Сирии, но это правильно. Они потенциально своих вот предполагаемых будущих оппонентов из другой цивилизации уничтожают. Политика, большая политика, она так идет, другого там нет. Но как можно обвинять, вот только ислам и мусульманские сообщества, дескать, они отстали. Никто не дает возможность развиваться. Это тоже постколониальный синдром, вот во всех отношениях он и присутствует. Правда, Европа сейчас уже тоже видит результат этого вот постколониального синдрома на примере вот мигрантов и так далее. То есть уже другим боком то, что они делают в мусульманских странах, уже сказывается в самих европейских странах. Ну, поэтому, конечно, вот когда мы говорим, что традиционная ценность ислама, это вовсе не означает, что мы выступаем противниками реформаторства. Но это очень важно. В данном случае я вот говорю только о том, что сегодня очень важно найти вот эту нишу реформаторства. Очень важно. Вот я всегда считаю, что возьмите мутазелитов, то есть мутазелитский период истории вот исламской цивилизации, это блестящий период развития исламской цивилизации. Не ислама, исламской цивилизации. Потому что мутазелиты, они показали огромнейший интеллектуальный потенциал, каким образом выявить вот сложные богословские проблемы. Они выявили, но правда то, что дали ответы, и в том числе проблемы сотворенности Корана, проблемы каухи и так далее, проблемы предопределения. То есть ни один из ответов, который был предложен мутазелитами, для ума было неприемлемо. Но заслуга мутазелитов там другого. То есть они вот показали, вот что интеллектуально надо искать, пути решения этих проблем. Вот то же самое арабо-мусульманская философия. Мы говорим о том, что без арабо-мусульманской цивилизации, ислам уже, вот и арабо-мусульманской философии, исламская цивилизация, она не могла бы так развиваться. Это заслуга, в том числе и арабо-мусульманская цивилизация. Это и заслуга мутазелитов. То есть в данном случае мы не говорим о том, что они внесли свой вклад в развитие ислама. Они внесли свой вклад в развитие исламской цивилизации. Будучи вот неким, я всегда говорю об этом, неким интеллектуальным раздражителем. Вот для мусульманского сообщества, которое всегда стремится к сохранению таких традиционных, может быть, дремучих средневековых, вот ко мне приписывают, что дремучих средневековых, я сторонник. Ну, в общем-то, это так, потому что ислам средневековье, что еще? Что вы от меня хотите, как мусульман, который должен придерживаться каналах ислам, которые формировались в средневековье? Что здесь делать? Поэтому, естественно, вот реформаторство, вот я считаю, что реформаторство очень важно. Вот то, что делает доктор Тофьевич, да, это очень важно. Но реформаторство в данном случае, это должно быть неким интеллектуальным раздражителем. То есть, они пишут свои труды, то есть, они заставляют общество, мусульманское сообщество задумываться над этими проблемами. И действительно, вот, например, когда мы говорим, имам Газали, вот я не знаю, имам Газали, может, никто бы не знал, может, он был бы рядовым преподавателем у себя в отресении Замия, но благодаря вот Ибн-Ру, что он стал величайшим мыслителем. Правда, он тоже принял очень много таро-мусульманской философии, его инструментария, особенно логика, имам Газали становится вот аристотельской. То есть, конечно, это важно. То есть, мы просто должны, может быть, себе четко представить, где вот место реформаторства, которое необходимо для общества. Без этого невозможно. Но вот мое убеждение, вот если реформаторство входит в уже существующую систему, то здесь начинаются уже определенные проблемы. То есть, реформаторство изнутри разрушает существующую систему. И поэтому, когда мы говорим вот умма, вот как вот преподнести умме те или иные идеи? То есть, безусловно, умма нуждается тоже в новых свежих идеях. Но идеи, они должны быть выверены. Где они выверены? Они должны быть выверены на уровне вот Совета Улевых, на уровне фейтов, которые издали. И только потом уже можно их предложить, вот мусульманскую, тем более, вот когда мы говорим, российско-мусульманское сообщество, она совершенно не зрелая. Она совершенно не готова для того, чтобы вот принимать, вот бросать им какие-то идеи. Вот давайте, обсуждайте. Вы все такие продвинутые, современные, вы все с высшим образованием. Но я считаю, это не совсем правильный подход. Ну да, я, вот например, вот я, как бы, и там доктор, профессор, академик. Но когда я иду в мечеть, для меня же самое главное, не мои какие-то титулы. Я считаю, что, я думаю, чтобы я прочитал намаз, Всевышний принял, чтобы я не ошибся, чтобы Всевышний принял мой намаз. Я пытаюсь, вот придерживаться определенных устоявшихся догматических принципов. Вот что самое главное для меня. А потом я вышел, я зашел в аудиторию, может быть, там уже собрались в Славомеды, я могу принимать диспуть и так далее. Вот с этой точки зрения, безусловно, вот грани реформаторских идей, использование этих идей, сегодня очень важно. Вот нельзя перейти вот эти границы. У вас есть еще? Нет, все. У меня есть вопрос, в данном случае, к оппоненту. В ходе вашего выступления у меня появилась мысль, а могли бы мы сформулировать, что же мы все-таки подразумеваем под модернизацией? У нас же тема «Ислам и модернизация». И если это чисто техническая модернизация, ну, допустим, так можно рассматривать. Мы чувствуем некое отставание в технической сфере, ну, такого же ли оно катастрофическое. Скажем так, Пакистан имеет ядерное оружие. Давно ли мы этот показатель считали одним из главных марок, из главных критериев развития технической цивилизации? Иран умеет запускать баллистические ракеты. Да, огромное количество европейских государств, считаясь техническими, развитыми, не способны ни делать ни одной буквы, ни запустить баллистическую ракету, хотя, как я понимаю, это несколько проще по политическим соображениям. То есть, мы говорим о технической модернизации, ислам препятствует технической модернизации? Может быть, нет. Может быть, мы говорим о какой-то социальной системе, системе отношения. Да, допустим, в Пакистане умеют делать ядерное оружие, но в сельских районах забивают камня. Например, может быть, это, что мы считаем, подлежит модернизации? Что нужно наверстывать? Что нужно менять? Вот о чем вопрос. Ну нет, я, когда говорил о модернизации, в данном случае, в модернизации в сфере самой религии, я не заходил так широко, там, техническая, технологическая модернизация. В данном случае, вот, ну, под модернизм, реформаторство, имеется в виду определенные изменения в сфере ислама. То есть, где они должны быть? Вот какая сфера должна быть сферой вот реформаторских, распространения реформаторских идей? Вот, на примере татарских богословов, в принципе, здесь можно говорить о том, например, Мусаби Киев, он был такой, вот, в самой, в один из самых, может быть, таких реформаторов, который шел по грани. То есть, он предлагал и реформирование определенных догматических принципов, это касалось и времена, вот, намаза, и пос, длинные дни он рассматривал. То есть, в данном случае, он рассматривает определенные возможности реформирования и догматических принципов ислама. Например, Зьяка Мали, у Абдулла Буби были, то есть, крупнейшие татарские богословы, но, в общем-то, они больше рассматривали те проблемы, например, у Зьяка Мали есть блестящая работа, философия ислама, кстати, один том его перевели на русский язык, он написан в татарском языке. Здесь Зьяка Мали уже рассматривает те проблемы, которые, ну, которые в Коране есть, например, проблема рабства, проблема женщин, но, которые нуждаются в совершенно новой трактовке. И он предлагает свое видение. В данном случае, его реформаторство является более умеренным. Но есть вот другое, ну, Джадид уже, я его, кстати, информатором не считаю, Калимджан Боруди, который был основоположником вот знаменитого джадидского мадресе, вот, Казани Мухаммадия. Вот Калимджан Боруди, мне кажется, это был самый блестящий вот повествовник, случайно, в 17-м году его избрали в Муфте. Почему? Потому что Калимджан Боруди, он понимал, что реформировать надо систему образования, реформировать систему образования для подготовки к мусульманской интеллигенции. У своих Богословского, я читал, один в Адапе, его журналом издавал, то есть он был традиционалистом, ближе академистом. То есть в данном случае его мировоззренческие вот представления, в общем-то, не выходили за пределы каких-то вот общепринятых традиционных ценностей реформаторства, по сути дела, там почти нет. То есть он смотрел, да, надо вот систему образования, надо готовить мусульманскую интеллигенцию, но при этом не вот меняя саму систему вот догматических принципов и так далее, традиционных ценностей. Поэтому вот вопросы реформаторства в данном случае я уже разумевал то, что касается непосредственно самого ислама, но не технологически. То есть здесь уже можно очень много обсуждать и так далее. Но действительно мы живем, какой-то миф существует, европоцентризм. То есть, ну европоцентризм, мы идем по воду, ах, вот мусульманские страны очень отсталые, вот по пути в Иране, то есть, например, в Иране лучшие вот ученики по математике в мире. То есть это в Иране, то есть это говорит о том, что в Иране, в общем-то, обучение в школе поставлено, медицина, то есть он нисколько не вступает другим разным странам. То есть здесь, если действительно по отношению к мусульманским странам, и мы сами мусульмане идем на поводу, некий вот европоцентризм показывает, что в исламском мире на самом деле ничего нет, во всех отношениях они отсталые. Спасибо. Может быть, я могу быстрее сказать? Как вам удобно, хотите? Да, хотите. Ну, наверное, не совсем правильно получается, не совсем правильная формулировка. Ну, я оппонирую, на самом деле трудно оппонировать на Уфико и Фенте, поскольку я сам очень часто исхожу именно из реформаторских взглядов. И, ну, традиционалистом себя никак не могу назвать, точно так же, как не могу назвать себя модернистом, поскольку модернизм и реформаторство для меня – это разные вещи. Модернизм – это изменение платформы исламской, исходя из, так скажем, узкосападных ценностей, из западных принципов. Это для меня совершенно неприемлемо. И, что касается реформаторства в исламе, то есть, опять-таки, я постоянно говорю о том, что нужно реформировать не исламские источники, а наши отношения к исламским источникам. То есть, мы не можем сегодня ставить, и не должны, и не имеем права, ни как верующие люди, ни как скептики, ученые, мы не можем ставить, выносить на обсуждение вопросов аутентичности Корана, либо аутентичности Сахиха Аль-Бухаши. Я вот очню. То есть, вы считаете, вслед за доктором, что Суна, она как бы подлежит, может подлежать с Крестиной? Мы не имеем права выносить эти вопросы на обсуждение. Я говорю, мы не выносим на обсуждение ни вопроса об аутентичности Корана, поскольку он для нас источник, ни вопроса об аутентичности достоверной Суны, поскольку она для нас источник. Сегодня пытаться поднимать архивы XIV-вековой давности бессмысленно. И я считаю, в чем я не согласен ярко с Толуфиком Афенти, то, что если мы все наши интеллектуальные усилия направим на исследование именно этих вопросов, что где мы можем что-то изменить, а где нет, мы будем терять силы, и мы никогда не придем ни к какому общему знаменателю. Поскольку мы сегодня, если имеем 4 основа, завтра мы будем иметь 40, и то же самое в Хуапиде, и то же самое в любой сфере, в которой мы пометаемся, вот так вот вторгнуться. Но, когда мы говорим об изменении отношений, мы должны менять отношения, то есть, в чем я согласен с ним? Что действительно были проблемы, действительно были проколы, большие проколы, в том числе и у мусульманских ученых. Идеализировать все, что, все мусульманское наследие, неправильно. И действительно, очень часто в исламском мире были разные взгляды даже на науку. Когда мы говорим о достижениях мусульманской цивилизации, нужно признать, что люди, которые двигали науку в исламском мире, это были чаще всего люди, которых клянили как еретиков, как философов, как еретиков, может быть, даже как муртадов. Поэтому отношение к науке, оно всегда было многогранным в мусульманской мире. Но честь и хвала мусульманам, поскольку сегодня эти дискуссии есть, и никому, кстати, голову не отрубали. Головы отрубали, то есть смертные казни подвигали людей, когда они вторгались в политику. То есть если человек с особыми взглядами, так скажем, начинал заниматься политической деятельностью, тогда его коснили и фетры эти выносились. То есть коснили за политику, а говорят, что за ревью. За политику. А первые подводились под это. То есть когда он начинал обрастать сторонниками и представлял какого-то кемера султана или халифа, то в этом случае его это делают. И мы знаем много примеров, когда люди, которые именно были с нашей точки зрения, так сказать, с точки зрения традиционного ислама, которые были муртадами, они спокойно жили во дворце халифа и делились своими мыслями и попали в обмалу. Я очень простой к вам вопрос перед тем, как я хочу немножко подключить зал. На ваш взгляд, ислам, чтобы ликвидить ислам, как цивилизация, как цивилизация людей, имеющих государство, составляющих более миллиарда человек в мире и так далее. И нужно реформирование ислама во всех составляющих. Шариат, Сунна, и так далее. Для того, чтобы намерстать вот это отставание, о котором вы говорили. Пока мы не раскрываем его технически, социально, какой-то еще. Нуждается ислам в реформировании для достижения исламской цивилизации каких-то цельных задач? Моя позиция, что ислам не нуждается в реформировании, и реформировать ислам невозможно. Мы можем говорить о реформировании нашего взгляда на ислам, на Коран, на Сунну. И направить эти усилия нужно не на выяснение отношений между коломическими школами и, допустим, саляфистской доктриной, между мазхавами шиитскими, субитскими или внутри-субитскими. Направить эти усилия нужно на решение слабодневных, актуальных вопросов, допустим. То есть очень важно понимать, что ислам – это источник нравственных ценностей для нас. И эти ценности, они пропитывают всю структуру нашей жизни – личной, общественной. Поэтому вопросы международных отношений, вопросы государственного строительства. Я не говорю о принесении ислама в политику ни в коей эфире. Нет. Но сделать политику нравственной – это задача верующих людей. Будь то мусульман, будь то христиан. Я восторг. Моё мнение о том, что принесение нравственности в политику – это просто эхемизм, с помощью которого можно избежать принесения ислама в политике. Но я просто хотел, чтобы завершил нашу встречу доктор Таффик, потому что это его доклад, и я хотел бы, чтобы именно за ним осталось последнее слово. Но перед тем, как дать ему вот это коротенькое завершающее слово, я бы хотел, чтобы возникли вопросы. Я очень надеюсь, что у зала возникнут вопросы. Причем вопросы, я надеюсь, возникнут к любым присутствующим на сцене. Давайте дальше у вас, как с организатора. Я вас слушаю. Давайте один из микрофонов передам. Собственно говоря, я хотел не столько вопросов задать, сколько слову еще одному нашему эксперту. Буквально мнение. Оставьте время для вопроса людей, я понимаю. Я хотел бы обратить внимание, вот, к сожалению, профессор Таффик об этом начал говорить, а потом как-то мысль терялась. Есть у каждого у нас, говоря, своя модель вообще бытия и Корана, и славы в целом. И нельзя отождествлять нашу модель с тем Кораном, который вот дан Аллахом, который на небе существует и так далее. И с Унной тоже. Вот. Поэтому каждый из нас имеет свой взгляд. И через нашу призму Коран, и слава в целом, такой до нас преломляет, через уже наши традиции, обычаи, свойства, несовершенства, этнические традиции и так далее. Это нормально. Но периодически надо сверять это с чистотой учения. Затем важный очень момент, это то, что, значит, до нас вся истинная ислама, весь объем никогда дойти не может. Мы это прекрасно понимаем. Только какая-то часть. А какая часть? Самая актуальная для нас. То есть мы сами делаем где-то, грубо говоря, закладки, ставим какие-то акценты на себя. То есть тем самым ислам, как уже идеология, легитимизирует для нас то, что мы хотим совершать и запрещает нам то, что нам не следует совершать. И вот в это я перехожу как раз к модернизации. Да, Макс Рибер блестяще показал, как реформация духовная привела к изменению отношения к способу хозяйствования и к развитию капитализма. Но я напомню, что опять же здесь хатисия ссылаясь на сумму, в котором, рассказывается, пришел бедняк к пророку Саламу и попросил денег, а тот сказал, что есть что-то там дома, говорит, а вот одна там какая-то подстилка, там все принеси, значит, на аукцион ее продал, купил топор, купил дрова, рубил эти дрова, и ты не продавай, он продал на эти деньги, еще больше дров купил, за неделю уже купил эту ценовку, там и еда появилась, и все. И как раз после этого прозвучала истина, что тот, кто с лицом попрошаетесь, судный день перестанет, это вот, в общем, очень плохо. Да, так вот, если следовать этому хатису, то вообще-то этика капитализма, дух капитализма должен прямо тогда, вот, в седьмом веке и начаться. Вот, ну вот почему-то на нем не был сделан акцент, вот на какие-то хатисы акцент был сделан, а вот на этот, как на многие другие, нет. Поэтому я не специалист, я не вправе судить, какие хатисы там более или менее достоверные, но вот акцентировка современного сознания, она может меняться, и должна меняться, потому что в средние века были одни задачи, сейчас другие. И вот сейчас легитимизация, скажем, того же предпринимательства, там, освоения тех же высоких технологий, легитимизация от имени ислама, она должна быть, и более того, она есть, и в Суне есть, и в Коране есть. Вот конкретный пример я приду. Ну и последнее, это в отношении тех же хатисов, опять, идя далеко от того, чтобы говорить о каких-то покушениях, там, на объем хатисов и так далее, это пусть специалисты решают, но заметим, что вообще-то существует довольно четкая шкала, фарт, тваджи, сунна там и так далее, и, так сказать, мубах, да, но, по крайней мере, пять, так сказать, разрешенных степеней обязательности к исполнению. Есть совсем необязательные мубах, да, то есть мы признаем, что он есть, но по его характеру потихируют, что он просто нейтрально исследовать необязательно и даже не нужно. Вот, так вот, об этом еще надо говорить, я об этом вот не прозвучала сегодня, но, в принципе, это тоже тема, потому что те же некоторые пропагандисты терроризма, они как раз, кстати, мубах берут и говорят, вот это факт, всем надо делать, кто не будет делать, тот кяфер, его надо убить. А он вообще мубах, он вообще, так сказать, никак не оценивается. Поэтому здесь действительно я вижу модернизацию и реформу в том, чтобы именно в самом исламском сознании здесь менять определенный акцент и искать новые ходы. Спасибо. Спасибо. У кого есть вопросы? Сейчас, секунду-секунду, мы до вас еще дойдем. Вот у нас есть парень, который полмероприятия стоял с Патяной Анатоликой, хотелось бы его послушать. Слава Леониду, у меня есть вопрос профессору Тофику. Мне показалось, когда мы начали свое выступление, мы сделали экологическую цепочку, то, что, чтобы преодолеть осталось в современном исламском мире, нужно избавиться от этого некого исламского консерватизма, то есть от ксуна, от неких обычек и просто освободиться от пережитых, как бы, старого. Почему-то мне так показалось, но, извините, и вы говорите, приводите пример хадисы, про муху, про то, что кто-то соблюдает их. Но если вы посмотрите на все страны арабских... Минуточку. Я хочу, чтобы ваше выступление имело форму вопроса, а не собственные точки зрения. Да, да, да. Я просто... Извините меня. Вопрос. Вопрос. Вопрос звучит так. В чем проблема исламского консерватизма, если в настоящее время он не актуален? И во всех арабских странах большинство, часть населения уже практически и так забыла ислам. Девушка ходит без плотков, люди не читают намаз. Сейчас как раз таки полные все мусульманские страны секвализированы. Шариата нигде нету. И в чем его проблема? И все остальные хадисы остались на уровне традиции уже. То, о чем вы говорите. То, к чему вы призываете, уже произошло. И тем не менее, мы ничего не видим, то, что происходит. Все стоит на том же самом, уже более ста лет, на этом отставом мире. Извините, пожалуйста, за неправильно формированный вопрос. В заключительных я добавлю. Еще у кого есть вопрос из наших? Вас так оборвали, скажите, пожалуйста. У меня вопрос с Рафиком Прометичевичем. Давайте, может, все-таки послушаем наших слушателей. У меня вопрос с Рафикой, чтобы сказать, что реформаторство разрушает существующую систему. И очень много было в вашем выступлении таких общих фраз на уровне лозунгов. Мне бы хотелось бы задать вам вопрос в области конкретики, чтобы понять подлинные ваши взгляды. И вопрос касается известного сверхпостовенного хадиса, вошедшего во все авторитетные сборники, о брачном возрасте Айши. То есть, как вы знаете, согласно сахих хадисам, в 6 лет, в 7 лет она вышла замуж за нашего пророка, в 9 лет началась супружеская жизнь. И, опираясь на этот хадис, соответственно, выносят фетвы по ханафитскому масхаву, что, ну, вот в этом возрасте, даже раньше, то есть, не дожидаясь пуберта, на самом деле, уже можно совершать интимную связь по ханафитскому масхаву с женами. И ваши преподаватели сегодня, в принципе, возрождают эту ханафитскую традицию, хотя не так прямо, не кричат об этом, но, тем не менее, возрождают вот эту вещь, от которой, в принципе, мы уже освободились, тем не менее, они это тащат из прошлого. При этом татарские богословы... Вот я формулирую, при этом татарские богословы выступали против. Мусам Мегеев прямо говорил, что 17-18 лет было Айше Бруди, которую вы сегодня упоминали. Он, наплевав абсолютно на все ханафитские нормы, сказал, что раньше 16 лет нельзя подавать девушек замуж. В Динардаб он это написал. И у меня был, соответственно, вопрос, вы на чьей стороне? На стороне Бухарии, ханафитской традиции своих преподавателей, или на стороне, значит, Бруди и Мусам Мегеев? Должны ли мы считать достоверным хадис о том, что пророк, супружеская близость у него была с Айшой с 9 лет, и, соответственно, руководствоваться этим хадисом в современном фиге? Жирную пищу, да, да. Ее, к сожалению, делают, вытаскивают. Но проблема немножко надуманная. В каком плане надуманная? В том плане, что вот Устапа Атро писал об этом, он уже в своих блогах, подвиняяя наших преподавателей, что они распространяя метафилию, но на самом деле есть понятие классическое исламское право. То есть классическое исламское право надо преподавать, как это было принято в какой-то период. Но, естественно, на это нельзя останавливаться. Есть сегодня уже практика, мировая практика, которая мусульманских стран. Но Рустам, вот он об этом нигде не пишет, почему-то он это оставляет. То есть сегодня уже практически все мусульманские страны приняли о том, что не ниже 16 лет замужем домой. То есть нет этой проблемы. То есть она настолько надуманна, настолько это журналистский прием для обывателя. Вот кинул, вот сейчас вот мусульмане педофилы распространяем. Нет такой проблемы. Просто сегодня надо знать классическое исламское право, действительно там это было. Надо знать мировую практику, как сегодня реализуются вот эти классические нормы. То есть здесь уже произошла определенная трансформация. Многие мусульманские страны, Египет, вот какие... Ответ понятен. Какие проблемы я не вижу. Какие проблемы. В исламском мире этой проблемы нет. Поэтому что же мне страшно. Тема о возрасте Айши вытащена на поверхность американскими проповедниками. Она много... Нет, ну это в учебнике. С ней много спекулируют, ее много кто подхватывает. Да, ты ответ был да. Да. То есть я хотел бы объяснить, то есть получается она реформировалась. В современном мусульманском мире проблема вот возраста, выдавать замуж, он практически не существует. Как бы мусульманская страна, ты решила вопрос. Что вы от меня хочешь? Я хотел бы, чтобы вы сформулировали теперь на более высоком логическом уровне. То есть вы предлагаете в этой части реформировать Ханадинский мусульманск. Одну минуточку. Вы задали вопрос, на чьей? Я... Ответ был да. Можно вы предупреждать? Я уже давно говорил, что в сфере правовых отношений, в том числе семейного наследственного права, здесь вполне возможно какие-то изменения. Это кто... Сверху. В сфере вам оляд, это вполне возможно. Это никто не запрещает. Я, конечно, консерватор, но не до такой стихи, чтобы отрицать все возможно. Саламу алейкум, арахтур и ракету. И хотелось бы, чтобы за разговорами о внешних правильных понятиях реформаторских модернизм в благоразумных рамках, чтобы мы утеряли суть по этому более конкретному тезису, вернусь, который озвучил. У меня, сфере, в виде вопросов коротких, понятно, но ясно вопрос. Два предложения можно? Два предложения. Тауфик Абраим высказал у нас несколько тезисов о том, что религия не вмешивается в политику, о том, что до Бухария не было хадисовидения, вообще, как я понял, да? О том, что в Саудии не могут разобраться с кем-то и с кем-то. И много других очень смелых заявлений. В связи с этим вопрос. Те мысли, которые вы озвучиваете, это только продукт вашего ума? Или все-таки у вас есть те, на кого вы ссылаетесь? Поэтому в связи с этим вопросом, назовите, пожалуйста, три авторитетных имени из современного арабского мира, которых вы считаете единомышленниками. Единомышленниками. Спасибо. Кто для вас, наставьте, три имени из арабского мира. Принадлежите вы какой-то правоаретической современной школе или вы одиночки? Пробоаретические данные. Микрофон обратно. Да. Уже с ней. Прошу вас. Есть, Лерзи. Возвольт. Подожди, еще есть вопросы? Нет. Ко мне. Ну наверняка можно позвать, вы смотрите на это. Вот еще. Кто из меня, тот для меня из современных, если современных, не считать ни, ни, которые прямо современные, то есть сейчас живы, я говорю, для меня ректор Адазара Махмут Шартут. Мы сейчас переводим его книгу на русский язык, надеюсь, обещали, может быть, даже послезавтра презентовать. Кто такой Махмут Шартут? Это ректор Адазара. Еще кто-то есть? Да, для меня он, и я инцидирую, для меня он это. Это такое, для меня, если оставить королева, который в политику залез, из-за него, было бы, я считаю, что он на, ну, как минимум, залез в процессе, в том, что происходит в фильме, так, если оставим это, я абсолютно его уважаю в этом плане. Еще как, хотите, из... Вопрос, вы можете назвать трех, двух вы назвали? Ну, из таких, если, из светских, если вы хотите, из светских, есть там много светских, но вряд ли они профессоров. Ну, в принципе, на две трети вопросов растворю. Ну, лучше, пусть назвали. Нет, ну, двух, да, с вами? Да. Хорошо. Есть вопросы, я слушаю вас. Хотел ответить. Слава Алик Куркин, дядь Всялик Рива. Российский, Исламский. Ислам – рациональная религия. Атеизм себя тоже считает рациональной. Вопрос по теме, современный модернизм, грани, его грани, разумные грани. Где грани, чтобы не уйти из религии, не стать ответственными. Спасибо. Это вот. Понимаете, давайте я еще вас подвешу. Вместе вот и об вопросах, и... Ну, если я. В заключителе. Давайте еще раз. Давайте вот еще один вопрос, только задайте. Давай. Ага. Доктор Толфимов, можно я? Вопрос. Вы начали свое выступление. Оно длилось, в принципе, вот, сквозь все ваше выступление. Тема, это вот, процветание мусульман, упадка мусульман. То, если мы посмотрим на многие каранические аяты, я не буду приводить хадисы. Ну, например, Фамма, Линсан, Идама, Беталя, Адарон, Гуру, Факрам, Ахвана, Ама, Буфая, Уль Раби, Ахраман и другой аят. То есть, человек думает, когда на него не спосылаются блага, он думает, что Аллах его любит, а человек, на которого не спосылаются проблемы, он думает, что Аллах его не любит. Но Аллах, Тайяна, говорит, Келля, нет. То есть, наше человеческое отношение к добру и к злу, к процветанию и к упадку, оно чисто наше человеческое такое, материальное. То, может быть, упадок мусульман, в этом, может быть, есть какое-то благо, а возвышение Запада, в этом, может быть, есть какое-то зло. Мы же на самом деле не знаем. Ваше отношение к подобным аятам. Понимаете, еще раз давайте основные. Поймите, если даже мы через тысячу конференций у ученых придем к крещению, то это будет величайший милоспорщик. Если вы думаете, что я сейчас выступил там, я брагем вам говорил, вот я это все мусульман, проблемы мусульман, решили. Это, понимаете, это тот же человек, который не в своем уме может стать. И мы не претендуем на то, что мы выражаем истину, тем более истину поселить. И мы, самое главное на идее, понимаете, есть проблема, надо, надо побольше размышлять, в чем и как выйти. И пока не снимем, вот, по условию для этого, снять этот меч обвинения в вере себе. Я, по-моему, сразу с самого начала от этого ответить. Чтобы спокойно даже обсуждать, вы должны быть более. Другое дело, вы говорите, не надо выносить, не надо выносить. Я даже некоторые примеры, я здесь говорю, вот этот пример, пожалуйста, не выносите. Любые, кто слушал мои лекции и так далее, всегда говорю, пожалуйста, эти вещи не выносите на широкую аудиторию. Мы, это может быть сложный вопрос и пусть у собой. Я не считаю. Но это должно быть, конечно, более или менее в узком кругу. Более или менее в узком кругу. Конечно, не надо вот на широкую публику вот сейчас выйти вот это. Я не думаю, что это... А кто определяет ширину этого круга? Вот можно, потому что здравый элементальный смысл. Я думаю, для тебя не меняет. Ну, конечно, это, в общем, всего, конечно, это ученые. Вот. Желательно. Желательно. Если можно, чтобы ученые в узких кругах решали, желательно не выносить его пока не пришли к какому-то... Ну, если нет, тогда ты не можешь говорить. Никто не имеет права тогда выступать. Вот здесь еще второй важный, очень важный момент. Вот здесь ответить на ваш вопрос. Понимаете? Во-первых, мы призываем... Опять, форма модернизации, реформы... Срок обновления, переоспущения. Это для меня все одинаковые слова. Я не буду здесь говорить, какое слово лучше буду. Мы реформируем ислам не потому, что мы хотим нравиться кому-то. Я наоборот, когда всегда мои студенты, вы говорите, «Оспередайте худшее нарушение сатаны, когда тебе очень нравится не мусульманам». Мы не граждане, потому что хотим нравиться другим. Абсолютно, вот понимаете, это мое, это губительный год. Просто вопрос был немножко по-другому. То положение, которое вы говорите. Мусульмане и так идут. Вот ищите тоже в себя. Почему мусульмане не идут? Понимаете? После событий в Сирии, я даже вот... Тауфу Гибрадим, который для многих это чуть ли не такой сверхлиберал, модернист и так далее. Есть такие вещи для них. Те, которые раньше так меня считали, сейчас, когда с ними разговаривают, «Оставь, отстань от нас!» Никакого ислама мы не хотим слышать даже. Даже для них я уже консерватор. Когда люди видят, как рыжут, что делает Таи, что до этого делает Талибан, и говорят, «Это – ислам!» Вы мне морочите голову, вы хотите сказать, что есть другой ислам? Не верим! Вот поймите, мы людей толкаем в атеизм, в подход от религии. И если наша реформа должна быть направлена, наоборот, к тому, чтобы их вернуть в нормальную религию, мы не делаем реформу, чтобы делать разобление. А вот цене удобнее, да? Она не эта, чтобы ушли от религии. Наоборот, по опыту Европы, по опыту ислама, во многих странах, о которых частые вопросы, мы видим, что у нас проблемы, что люди уходят от религии. И если вы будете учить человеку, что молиться, в чем преимущество молитвы, и так положительно, они говорят, «Если не будешь молитву завершать, даем тебе два дня или три дня, и наше тебе казни». Ну, понимаете, и проще, и проще. Поэтому мы делаем, наше дело, мы делаем ислам, реформу ислама. Во-первых, потому что это соответствует основным положением ислама. Был хадис, неважный, но этот хадис, независимо от его аутентичности, но он признан почти всеми. В каждом столетии, в начале каждого столетия Бог посылает эту умную методу, которая обновляет для нее религию. Неважно даже, сказал это пророк наш или нет, он выражает правильную установку, что нужно реформировать наше понимание религии. Он, повторяю, речь идет о нашем понимании. наше понимание. Человек относит мир. Для нас, прежде всего, Бог творец. Хорошо, поэтому мы делаем реформу, не потому что, чтобы приспособиться к кому-то, потому что это жизненно необходимо для нас, мусульман. Греть граница между рационализмом и слабым, и рационализмом тех. У нас рационализмом элементарным, одно и рационализмом, и верим Бога, а те не верят в Бога. И в других вещах общий для нас рационализм. Понимаете, я даже элементарные вещи. Вот здесь говорится, ну простите, в Атамасской империи было печатать под давлением богословов. Атама по язык запретил печатание. В Атамасской империи было разрешено печатать юдаем, христианам и мусульманам. Скажите, пожалуйста, отмена рабства, почему ни христианство, ни ислам, ни иудаизм не были инициаторами отмены рабства? Почему надо ждать, пока светские сели обменят, а потом все подписывают? Где инициативная роль религии? Это понятный вопрос. Это тема атеистов. Что? Это тема атеистов. Поэтому религия должна реформироваться, в том смысле, надо стать более адекватной. Я считаю, что наш ислам... Я же начал с этого. Это религия разума, общественного блага, прогресса. Я начал с этого. Поэтому здесь ислам не может быть... Сам ислам не может быть тормозом. Наоборот, это религия прогресса. Это показывало первое видео ислама. Отсталость. Одна, повторяю. Одна из главных причин. Действительно. Одна из главных причин. Именно то, что мы, рациональные начала в нашей религии, отказались. Мы, собственно говоря, от монотизиадетов отказались. От философов отказались. От науки отказались. А потом говорит, а они же отыклили Америку. Поэтому, а почему не мы отыклили Америку? Товик Молик, позвольте я просто не потому, что нам не интересно вас слушать, а исключительно потому, что нас прижимает время, закрою эту встречу. Прежде всего, я хочу очень вас поблагодарить за это выступление. Не потому, что я согласен с вами. Я как раз с вами не согласен. Я думаю, что я не согласен с значительно большей степенью, чем подавляющее большинство здесь присутствующих. Но я благодарен вам за то, что вы нашли в себе храбрость, нашли в себе силы высказать мнение свое во всей его полноте и зная о его мипулярности. Спасибо. Я ценю такую мужественную интеллектуальную плану подход. Что касается отмены рабства, я просто напоминаю всем, что террор, антирабогландельский террор Соединенных Штатов возглавлял пастор Браун, священник. Это моя ошибка. Аболиционист имел религиозные корни. Так что сказать, что христиане не поступали против рабства – это не факт. Большое вам спасибо. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли в себе силы и мужество высказать все, что высказали. И всем спасибо, что терпимо слушали. Это тоже хорошее мнение. Субтитры сделал DimaTorzok